Друзья, привет! Я сделала себе так называемое рабочее место съёмочное, но у нас гость кошка припёрлась, уже поёт песенки. Кошка, почему ты всё время занимаешь мои любимые места? Это как Линда, только я себе подушку сажаю, сажаю, кладу, и Линда сразу её занимает. И теперь официально, друзья, всем привет! Добро пожаловать обратно на мой канал. Я ещё точно не знаю, как назову это видео, но оно однозначно будет о лени, о писательстве, о каких-то ваших мечтах. В общем, всё, как я люблю, всё, как нравится вам для видео по запросу. И меня спросили, вот что делать, если вот не хочется ничего делать? Что, если у тебя пришла какая-то мысль в голову, а тебе лень её записать? Конечно же, я могла бы ответить очень просто, как говорится. Или ты делаешь, или ты не делаешь. Или ты поддаёшься своей лене, или ты не поддаёшься своей лене. Но, наверное, если бы было всё так просто, я бы не села записывать это видео. Хотя, на самом деле, всё очень просто, всё довольно грубо, скажем так, да? Всё довольно жёстко. Тут у меня есть. Мы живые люди, мы все сталкиваемся с ленью или нежеланием что-то делать. Это нормально. Как бы мы не роботы, мы не терминаторы. Мы иногда испытываем негативные эмоции, если вы не знали. Я считаю, если вам постоянно лень писать, то как вы вообще можете назвать писательство своим хобби или своим делом жизни, более того? Или какой-то сферой, деятельностью, в которой вам хотелось бы гордиться в будущем? То есть, мне кажется, это какой-то несколько самообман, это какое-то лицемерие, потому что вы притворяетесь тем, кем вы не являетесь. Если вам в жизни что-то нравится, вы это делаете. Всё очень просто. Нет такого, что «Ой, я не хочу». Вы знаете, это даже не лень, на мой взгляд, потому что, например, в чём разница между ленью и неленью? Ну, например, вы очень сильно устали физически, морально, но на следующий день вам нужно идти в аэропорт, чтобы полететь куда-нибудь на море. И я очень сомневаюсь, что вам будет лень проснуться, встать с кровати и поехать в аэропорт, чтобы потом греть пузико на солнце. Нет. Другое дело, если вы ненавидите в школе математику или какой-то предмет, но вам нужно очень срочно сделать поэтому домашнее задание. Но вы прекрасно знаете, что вы ненавидите математику, и в будущем она вам не пригодится, и вы вот ленитесь и тянете всё на последний момент. Вот. Это всё-таки, наверное, лень вполне себе оправданная, потому что вы отрицаете деятельность в той сфере, которая абсолютно вам неинтересна, она вам не нравится. Но если вы позиционируете себя как, да, не то, что прям писатель, да, но если вам нравится писать, вы говорите всем, что это ваше хобби, это ваше любимое занятие, то говорите о том, что писатель вдруг не хочет писать и ленится, зачем вы тогда говорите всем об этом? Это как-то очень странно, вам нужно сначала точно разобраться в себе. Я считаю, что, вы знаете, это то же самое, что, например, музыкант скажет, о, я сегодня не хочу отыгрывать концерт, мне что-то лень. Я обожаю музыку, я просто обожаю то, что я делаю, это просто моё, но сегодня мне лень, я устал, или так далее, да. То есть, как бы, вот эта вот своя мягкотелость, какую-то бесхарактерность, отсутствие какого-то внутреннего стержня, силы воли, человек оправдывает какой-то ленью. Чаще всего этим страдают молодые люди, у которых ещё впереди куча-куча времени, в том числе и каких-то лета жизни. Но я в такие моменты часто думаю о том, что мы живём в этой планете один раз, наверное. Я не знаю, что будет там за гранью, да, но я предполагаю, что мы живём один раз, и человеческий век на самом деле крайне скоротечен. И вот так вот глупо тратить своё время непонятно на что, но это, конечно же, странно. Это, конечно, каждый сам выбирает, на что мы тратим время. Я не хочу ничего вам навязывать, но что касается меня, когда у меня есть свободное время, конечно, мне очень стыдно, когда я трачу его непонятно на что. То, несмотря на то, что я тоже живой человек, я устаю, я ленюсь, иногда мне хочется просто лечь на кровать и вздремнуть пару часиков. И это нормально, но это только для того, чтобы потом в будущем плодотворно и продуктивно работать над чем-то. Если вы любите писательство, но в данный момент, допустим, вы не работаете писателем, да, нет такой профессии писатель, вам не запишут туда книжку, что вы работаете писателем. Но вы хотите как-то развиваться в этой области, нужно тренироваться, как в любом виде спорта, как в любом деле, нужно постоянно работать над этим с удовольствием, постоянно. Ну, например, мне очень помогает ограничивание себя в сроках, на удивление, потому что Ранвик Ингольд я могла его писать ещё год, даже больше. Но я себе поставила срок от 13 августа, что до 13 августа я должна всё написать. Я написала даже раньше, на несколько дней, потому что у меня были вот эти сжатые сроки, и я понимала, блин, почему я так тяну время, чего я жду. У меня есть свободное время, у меня есть запало, у меня есть желание. Но я почему-то предпочитаю посидеть в ютубчике, позалипать на что-то, послушать музыку и так далее. Вовду музыки ничто не мешает слушать музыку в наушниках, кушать вкусняшки, пить чай и писать. Это, я считаю, отличное сочетание, которое, наоборот, прибавит вам какого-то вдохновения и новых мыслей. Конечно же, ещё очень отвлекает интернет и отвлекает соцсети. Это право, друзья. То есть нужно, конечно же, уметь фильтровать информацию и бросать свои силы на что-то, ну, как говорится, что действительно будет стоить. Результат должен оправдывать средства. Цель должна оправдывать средства. Другое дело, если вы рассматриваете писательство, да, просто как хобби. И вам просто нравится вести свой личный дневник, записывать мысли. Но опять-таки, мне кажется, что чем бы человек ни занимался, всё равно нужна какая-то дисциплина, нужен какой-то план. Иначе ничего из этого не выйдет. Иначе вы очень быстро перегорите и не захотите к этому возвращаться. То есть, например, у меня есть свой личный дневник, да, он же и рабочий дневник, он же и какой-то скетчбук. Я просто встаю каждое утро, делаю себе чашку кофе и на кухне пишу свои мысли. Это происходит, ну, каждый день, практически каждый день. И вне зависимости от того, есть ли мне что-то сказать или нет, я всё равно пишу. Это может быть даже список покупок. Это может быть просто какая-то случайно услышанная мысль. Это может быть какая-то ерунда или план к видео. То есть, я, ну, стараюсь, как бы, знаете, держать себя в ежевых рукавицах. Это как, вот, знаете, забросили тренировки на неделю, на месяц, и потом вы как бы начинаете с нуля снова возвращаться в эту струю. И это достаточно сложно именно в моральном плане. То есть, друзья, я считаю, что себя не нужно жалеть, себя не нужно как-то гладить по головке постоянно, постоянно считать себя каким-то жертвой, обстоятельствами, жертвой общества и так далее. Каждый человек сам себе хозяин, я постоянно, неустанно, твержу вам об этом. И мы в силах изменить свою жизнь только самостоятельно. Но, конечно же, с приложением реально каких-то больших усилий. Потому что, говорится, без труда не было лишь и рыбки. Жизнь короткая. Пока вы молодые, нужно тратить своё время. На то нам, собственно, время и дано, чтобы его тратить. Когда вам будет уже, там, не знаю, за сколько лет, и вы будете, там, стареньким, дай бог, что вы доживёте до этого возраста, вам будет уже не до каких-то свершений. Да, у вас уже будет не тесть силы. Возможно, это о здоровье. Вы будете оглядываться назад, понимая, вот у меня было столько свободного времени, а я вам там ленился что-то делать. Какой же я был дурак. Наверное, то же самое, я не знаю. Мы ничего не знаем, что случится завтра. Может быть, завтра у нас упадёт астероид. Или нас сожгёт очередная вспышка на солнце нафиг. Или начнётся ядерная война. И вы так подумаете, блин, что я потратила свою жизнь на какую-то хрень, на какие-то соцсети и прочее, хотя вы можете сделать что-то полезное, что-то вдохновляющее, вдохновить кого-то своим примером, поддержать какого-то человека. В общем, оставить после себя какой-то след. Несмотря на то, что, может быть, после ядерной войны мы все нафиг погибнем. Но всё равно будете погибать в улыбку и в устах. Такие у меня позитивные темы сегодня. Но тем не менее, не дай бог, конечно, что случится, а вы будете знать, что я закончила главу, я закончила своё произведение. Быть может, если кто-то выживет, и в развалинах моего дома он найдёт рукопись этого произведения, когда в мире уже совсем ничего не останется. Ну, мечтать можно, конечно, много. Ну, я, конечно, утрирую, да. Потому что ни один человек в мире на небо не упал за земли. Все трудятся, все работают. И только благодаря какому-то труду, усидчивости, силе характера и получается что-то стоящее, что-то шедевральное. А иначе, собственно, никак. Почитайте биографии каких-нибудь известных людей, почитайте истории жизни, допустим, каких-то ваших кумиров, которые в жизни чего-то добились. Это же очень интересно. Я очень люблю приводить пример своего, одного из любимых режиссёров Квентина Тарантино, который ради кинематографа бросил всё. Но бросил именно туда все свои силы. Но он обожал кино. И он реально делал то, что мог, то, что ему нравилось. И, как вы видите, он достиг превосходных результатов. Но, опять-таки, это не вот так, не по щелчку пальца. Это тяжёлый труд, это работа. Здорово, если вам кто-то может помочь, например, продвинуться, кто-то может помочь словом, советом, кто-то просто может вдохновить вас. Это всегда замечательно. Но без вашего вот этого желания, без вашей какой-то идеи ничего не будет. Это как и в любом произведении. Всегда идёт идея, всегда идёт смысл. Только потом уже, вы знаете, идёт вот эта вот форма, огранка произведения, формой, какими-то декорациями, героями и характерами. Подводя итог, вот что я хочу сказать вам. Первое, это работать в сжатых сроках. Ставьте себе сроки и достигайте их. Можете поставить себе какую-нибудь вкусняшку, какой-то подарок, что-то, что будет вас мотивировать делать это дальше. Но для писателей, я считаю, видеть свой конечный продукт, это уже самый большой подарок в мире. Второе, ограничить ваше пребывание в социальных сетях. Лично для себя я ограничила контакт, фейсбук и всякое такое прочее. И оставила только то, что либо вдохновляет меня, либо то, что непосредственно связано с моей деятельностью. То есть это YouTube, Instagram, и для вдохновения это Pinterest. Всё. Третье, развивайте свою силу. Развивайте свой характер, свою силу воли, свою выдержку. Старайтесь не быть мягкотелым. Не будьте такими, иначе вы будете потом тысячу раз жалеть о том, что что-то не попробовали. Лучше тысячу раз попробовать потерпеть неудачу, но понять, что это не твоё, чем тысячу раз не попробовать отсидеться дома, а потом жалеть о том, что вы этого не сделали. Удачи вам, друзья, творческих успехов. У вас всё получится. Только верьте в себя и работайте. Пока-пока.